НТК-600 представляет репортаж из цикла «Война». Геронбойский батальон. Агдеринский район Карабаха, ущелье по дороге на Сарксангское водохранилище, говоря по местному, Суамбары-Сарсан, передовая этого дикого Карабахского фронта. Агдеринский район Карабаха, ущелье, геронбойский батальон. Главный запах войны, солярочная гарь от непрерывно работающих танковых движков и запах тирзы. Здесь перебивается теплым духом овечьей атары, ведущим от батальона. От пары сотен, немытых месяцами, грязных, заранее насмерть перепуганных крестьян из Геронбора. Официально, правда, это подразделение называется батальоном армии Азербайджана. Как дела? Хреново? Плохо. Чем плохо? Ну, плохо, потому что вы в окружение попали. Кто в окружении попал? Батальон. Там? Нет, наш батальон. Отчетливо, это понятно только ему одному, командиру, вязиру. Хотя потихоньку, паника расползается, запах отары становится острее. Начинается какая-то беготня, хватание автоматов и наугадку, в сторону армянской позиции начинают молотить танки. Без цели и смысла. Город Тер-Тер. Ставка командующего корпусом генерал-майора Садыхара. Несколько километров от передовой. Здесь тоже. Мало что понятно, хотя об окружении батальона уже догадываются и здесь. Да, Садыков. В ответ на танковый огонь с геронбойских позиций начинается истребление батальона. Огонь со всех сторон, по танкам и людям, на полное уничтожение. Вот как все это было с первой минуты. Поначалу все было даже очень мило. Батальон держал высотку, уютную горушку, которая вполне могла бы обеспечить господство геронбойского огня над всем ущельем, дорогой и крутыми склонами соседних гор, где техника врага никогда бы не закрепилась. Все действительно поначалу было даже очень мило. Батальон держал высотку. Батальон держал высотку. Отделяем машину. Бл***ь! Паду попал! Первой, под танковым внезапным ударом, была сдана в высоте. Подъем столпился внизу у машин, одуревшей скоростей. Бл***ь! 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 Охо-хо! Бл***ь! Терминистры начинают со всех сторон, иззади и спину. Называется этот парк. Пошли. Отсюда. Терминистры начинают. Терминистры начинают. Терминистры начинают срабатываться. Абалифтан, что ли? Абалифтан, да? Фунтбург Фунтбург Утпара Фунтбург 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 Попробуй Фунтбург Куда папаев? Куда? Субтитры сделал DimaTorzok Толпа шоферов, пастухов, совхозных бухгалтеров, переодетая форму и названная почему-то батальоном, очень удачно скучковалась, подставляя себя все сразу. В удачную очередь и мины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok И все острее горячий овечьий запах, и бессмысленнее беготня, и паника, и результатами ее попытка прорыва окружения в самом нелепом месте, полностью открытым огнем. Кто-то еще, правда, пытается прикрывать бегущих. В этом бою батальон потерял 17 человек убитыми и 40 раненых. Убитых не подбирали, бросали, отступая вместе с оружием, бушлаками, сапогами, раненых тех, что могли двигаться хоть чуть-чуть, все же вытаскивали. Отходим, Юра! Отходим, Юра! Отходим! Пошли! У меня, кстати, создалось впечатление, что численность не играет особо роли в этой войне. Что если бы было в два раза больше там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежало. В три раза больше было бы, в три раза больше побежало. Какая мощная мощь. Я сказал, что забавнее изучать экспонатуры. О чем бы говорить, если все простое выжигательное поле, оно на десятки километров в древности. О чем говорится, если так называемая армия, это расспект, навербованные крестьяне или мальчишки, безграмотные в войне, растерявшиеся в один и воскресенье предприятия в солдатских группах. Ранение у тех, у кого удалось вытащить, у тех, кто не остался с тонетим и делиться в ущелье, самое единственное, что обзорное было, разженное в мягком мясе длинное, которое с серой. Сколько, сколько тебе лет, малыш? 17 Сколько? 18 Слушай, вы крепко попали, а? Да, еле-еле вышли. Пять минут, все, умерли бы мы все вместе с вами. Бегство геронбойского батальона с позицией мгновенно породило панику по всей линии обороны. Начались захваты автобусов, вывозивших ранее. Ребята, держитесь, крепитесь. Надо, 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 надо. Командир, садуй, как он заушал. Света! А, царь, сейчас он... Что, почему плачешь? Оружия в батальонах практически нет. Переданные советскими генералами республики, так называемые вооружения, перед передачей были разграблены полно конкретного генерала. Делали бабки, только одно, деньги на живы, больше ничего их не волнует. Ни жизни, ни кровь, ничего не волнует. Он знал прекрасно, что он сейчас это сделает, и завтра его самолет улетит, увезет. И наши, добродушный народ, который верил всегда России, верил русским, они всегда его провели с почестями, с фруктами, со всеми провели. Он передал им дивизию. Они не понимали, что он передал. Почему они в панике? Они же солдаты. Какие солдаты? Кошмар вообще. Сколько там раненых визит? Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли Тер-Тер в ставку генерала Садыкова. Сколько человек привезло раненых? Сколько человек привезло раненых, говорю. Я тебе еще раз говорю, кто там паникует, кто паникует, я тебе разрешаю расстреливать. А мне не надо сюда, кто только звонит. Ты, твой начальник госпиталя. Я вас отправлю туда, блядь. На берегу был я, вот. С этим парнем ранили. Спустя час или два батальон был переформирован и снова брошен на захват потерянных позиций. Ущелье Суамбары-Сарсанк снова наполнилось душным чадом танковой соляры, теплым запахом кирзил, крови и оттарок. Ущелье Суамбары, март 93-го года. Субтитры сделал DimaTorzok